Мерцающий свет лампадок Союз память образован через полтора месяца после окончания военных действий в Бендерах. Инициатором создания организации с говорящим названием «Память» стала Нина Бунина. В 92-м она сама потеряла сына. Вместе с другими матерями и вдовами стала заниматься поиском убитых и пропавших без вести. Это была первая задача только что созданной организации. Работала оперативно-следственная группа при ОКК. Многие женщины из Союза в ней состояли. Нам оказывала большую помощь наша делегация, которая находилась при ОКК. В то время президент Смирнов Игорь Николаевич большое внимание уделял нам. И российская делегация много уделяла. И особенно надо поблагодарить ее, потому что на его плечах были и раскопки, и доставка трупов и все остальное. Это был генерал Лебедь. О том, что пережили вдовы и потерявшие детей родители, не передать словами. Горе разрывало сердце, когда узнавали подробности гибели своих родных и близких. Местные жители подсказывали, где предположительно были места пыток и казни приднестровцев. Насколько я помню, мы нашли 135 без вести пропавших. И 40 у нас оставалось, по-моему, которые не определены. То есть у нас 40 человек, которые неизвестно где, как мы говорим, они ушли под Нестру. Когда приехали на Хаджимовскую зернотоку, там вот нашли 11 трупов. Из них 6 у нас на кладбище, вы знаете, написано «неизвестный». А часы определены и перезахоронены у нас здесь, в Бендарах, на Аллее Славы. И в том числе в Мухине. В 1994 году председателем общества «Память» стала Галина Мухина. Фактически 15 лет Галина Андреевна руководила организацией вплоть до 2009 года. Учеба, детский отдых, питание и даже жилищные проблемы. Ей удавалось решать самые сложные вопросы. Везде могла договориться и все уладить. Отзывчивая, добрая и неравнодушная, она принимала участие в судьбе детей погибших защитников. Почти год назад Галина Андреевна ушла из жизни. Остались кадры хроники, где она сама рассказывала, как все начиналось. Первое, что я стала делать в «Союзе памяти», когда пришла, это старики и дети. Ведь было детей очень много. Тогда же были инвалиды с нами. И дети инвалидов, их было 320 человек. Она очень хорошая, душевная, отзывчивая, внимательная. Много делала людям добра. Кому могла, она помогала с большой радостью. Никогда никого не отказывала. Ее педагогический, как говорится, опыт пригодился здесь, потому что каждая семья, которая была здесь зарегистрирована, находилась на учете, были по одному, по двое, трое детей. И ей приходилось решать проблемы именно в большей степени, связанные с детьми. Кто в садик, кто в школу, кто в институт. Если мать находилась на работе, то возникали проблемы с детьми. И она помогала решать эти проблемы. Людмила Мальчакова продолжила дело своих предшественниц. Во главе организации она больше 10 лет. Сама тоже пережила личную трагедию. Целый год после военных событий в Бендерах искала мужа. Вместе с сыном Вячеслав Мальчаков в составе казачества защищал город. Пропал после 25 июля, когда уже теплилась надежда на мир. В Москве было подписано соглашение о принципах мирного урегулирования преднестровского конфликта. Со дня на день должны приехать российские миротворцы. 27 числа, июля, они находились тогда в персиковых садах на Протегаловке. И делала обход вместе с Томицей. Они шли вдвоем, их так и украли, так и вывезли. И в 93 сентябре я их только привезла с Кишинева. За 30 лет осиротевшие войну дети выросли уже сами давно мамы и папы. Отцы и матери состарились. Многие ушли из жизни. Не каждый способен вынести участь, хоронить своих детей. Сейчас организация насчитывает 378 семей. Конечно, нужно отдать должное нашему правительству, потому что все те просьбы, которые и по сегодняшний день, все просьбы, которые мы направляем в правительство, президенту, они стараются в соответствии здесь, в общем, законодательству, нам оказывать помощь и внимание, и стараются решать те проблемы, которые возникают у нас. Память для этих людей как спасательный круг. Женщины приходят сюда трижды в неделю поделиться новостями, обсудить житейские проблемы, вспомнить родных и помолиться за их души. Столько лет прошло, но мы забыть не можем всего этого. Особенно, когда один живешь, приходишь домой, тоска голая. А здесь приходим мы как-то и праздники вместе, и где-то мы идем на всякие, на общественные мероприятия. Здесь побудем, где-то люди приходят к нам, то пойти раздаем, то... В общем, общение у нас хорошее. И спасибо всему коллективу и нашей Михаловне. Вот сплотился коллектив, еще, правда, при Галине Андреевне, но Михаловна от самых начал с нами была. Мерцающий свет лампадок освещает черно-белые лики. Имя каждого, кто запечатлен на этих портретах, здесь назовут с точностью. Слишком глубоко прошла по сердцу война. И сколько бы лет не прошло, здесь будут беречь память, уверены, пока помнят, подвиг защитников города и республики будет жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова